Всем привет! Сегодня у нас вот такой красивый коробочек черненький. Сейчас вместе с вами посмотрим, разглядим, что там такое. Ну, по названию видео, я думаю, все уже догадались, что это телевизор, что уж там греха таить. Короче, заказала я смарт-телевизор. Решила попробовать с такой функцией. Не знаю, как он будет работать, но мы с вами сейчас проверим, посмотрим. Так, будут упередчики мелькать в кадре, если можно. Значит, вверх у нас черная пленка. Снимаем. Телевизор пришел быстро, но как-то странно он отслеживался. То есть, видимо, шел курьер к нам, съехал и не доехал, оставил на почте. Ну да ладно, я уже привыкла, что он всегда так, сюда курьеры к нам не попадают. Так, сейчас по-быстрому, чтобы снимать еще вот эту пленку черную. Все трещи. Так, немножко вылезу из кадра. Вот так вот дверски его открываем. Здесь еще пленкой обмотан. То есть, все как надо. Ну, вроде бы, по картинке коробка как бы от него. Так, давайте распаковывать дальше. Здесь уже фабричное ТМО написано. То есть, это магазин ТМО. Солит-СП. Достатка Россия. В России я уже заказываю, если честно, четвертый телевизор такой. То есть, два телевизора у меня уже есть, тоже с этого магазина. Один телевизор я заказывала в подарок. Слава Богу, все нормально, дошел. Я кому подарила, очень довольна. И вот решила еще маленький телевизор в себе уже, собственно, в кабинет. Потому что у меня маленький есть телевизор, я его в кухню заказываю. У меня получается, что я его туда-сюда таскаю, то в кабинет, то в кухню. Это очень мне удобно. Что ж так долго? Все, наконец-то. Сняли одежду. Аж запыхалось. Ну, вот по коробке можно понять, какие функции он имеет. То есть, цифровое телевидение. Есть смарт-ТВ, интернет-вайфай, USB, медиа, фильмы, фото. Размеры телевизора. То есть, все как надо. Здесь ручка для переноски. Так, давайте открывать, что же у нас внутри. Так, я надеюсь, будет все видно. Может быть, чуть-чуть вот так поднимем. Во, вот так вот будет получше. Так, значит, внутри достаю, сразу вижу, подставка. Вот такая металлическая. Мне, конечно, не совсем нравится такого вида подставки. Она, мне кажется, будет отвлекать внимание. Ну, главное, чтоб телевизор хорошо себя над ней чувствовал. Здесь прорезиненные вкладки такие и ножки. Ну, то есть, все как нужно. Так, дальше, дальше. Вытаскиваем пенопласт. Дальше мы наблюдаем вот такой пакетик. Здесь у нас пульт, батарейки, панчики и инструкция. Так, ну, это позже мы разглядим. Кладем сюда. Теперь достаем телевизор. Затаив дыхание. Так, это убираем. Это нам уже не нужно. Так, вот оно такое, небольших размеров. Самое то, что мне нужно. Большой у меня уже есть телевизор. А это такой 22 дюйма. Вот так. Наконец-то добрались до самого главного. Так, давайте рассмотрим. Ну, вроде бы целый, да? Вот это все пленкой тут заделано. Как бы все нормально. Так, теперь будем разглядывать, что у него сзади имеется. Покажу все выходы. Сходы и выходы. Я в этом не особо разбираюсь, а то начну сейчас умники есть одни. Ой, научись сначала делать обзоры. Да мне это не надо. Я занимаюсь, у меня канал как бы ногтевой, но посылки с Алиэкспресс. Это моя главная тема. Поэтому все, что я получаю с Алиэкспресс, я покажу, как могу. А кому надо, те посмотрят и сделают выводы. Рассмотрим поближе инструкции. Значит, вот такая книжка идет. Ну, здесь у нас гарантия. Все на русском языке. Ну, это естественно, так как телевизор изготовлен в Калининграде, насколько я знаю. Давайте посмотрим. Сзади тут у него забыла вот близко показать. Сделано в России Калининградская область. Вот я думаю, видно хорошо. И даже дата производства декабрь 2019 года. Вот еще сбоку не показала. Все, что в нем содержится. Так, инструкция. Все у меня тут падает. Тоже на русском языке. Меры безопасности, предосторожности. Все, что нужно. Как собирать телевизор. Инструкция с рисунками, с картинками. Установка элементов питания. Ну, это, я думаю, разберутся все. Как в пульт вставлять батарейки. Вот, собственно, сам пульт и кнопочки. Все описано, что означает, какие функции. Здесь уже идет у нас настройка смарт. Смарт-телевизия. Ну, со смартом мы будем разбираться уже потом. Просто сейчас запустим, посмотрим, что он из себя представляет. Так, ладно, с книжкой с этой отставим. Теперь еще достанем пульт, посмотрим, как он выглядит. Ну, собственно, пульт как пульт. Я думаю, ничем мы тут не удивим никого. Так. Вот так. Легенький. Ну, пока без батарейки. Они все легкие. Вот так вот выглядит пультик. Тут кнопка мыши есть. Вот она. То есть все хорошо. И все полагающиеся к этому детали. Вот, даже болтики такие есть. И две батареечки. Пульт. Так. Ну, вот. Теперь подключу телевизор и вернусь к вам. Забыла показать. Вот боковое меню. Посмотрите. Это очень удобно, что сбоку есть кнопки. У меня большой телевизор. Тоже стимул. У него кнопки снизу. И то там одна, как бы, кнопочка. Она всеми переключает. Что очень неудобно. Ну, что. Запускаем. Так. Включается. Подсоединила комнатную антенну к нему. Сейчас посмотрим, что он нам покажет. Вот такое приветствие. Включилось, наконец-то, меню. Здесь идут у нас настройки. То есть нажимаем в бок на пульте вот эту кнопочку. Вот эту. И листаем. Распознание идет. Настройки сети. Сейчас он ищет сеть. Я не знаю, если он ее найдет. Короче, Wi-Fi долго он ищет. Не буду я томить вас. Нажимаем дальше. Настройка. Тут автосканирование. Ну, я думаю, так вот все оставим. И начнем поиск. Сейчас он будет искать каналы. Так. Ну, написано, сканирование завершено. Найдено 13 каналов. Пока не пойму, почему. Но это мы разберемся дальше. Смотреть ТВ. Ну, давайте. Но им все равно нужно постоянный контакт с врачом. Тут на 20 стоит звук. И то я чуть не облохла. Специально подготовлен. Вот такие функции есть у нас. Это все приложения, которые идут уже встроенные в телевизор. То есть вот браузер. Браузер файлов. Ну, это, видимо, как проводник, как в телефоне. Загрузки. Тут новая какая-то. Ну, короче, что интересно, что тут уже есть Smart YouTube TV. Вот. Здесь есть Skype. И здесь есть Play Market. Осталось только подключить интернет. Мы попробовали подключить. Но пока он немножко у нас... Он у нас слабоват и плохо ловит. Но это, я думаю, все поправимо. Можно настроить помощней. Короче, сам тариф сделать. И тогда будет все хорошо. Вот такие вот здесь настроечки идут. Так. Ну, с интернетом мы разобрались. Давайте теперь каналы смотреть. Так. Это вот все идут. Подключение здесь. Все показано. То есть, я думаю, кто понимает, тот сразу в этом во всем разберется. Это мне надо долго сидеть. Тыкать во все кнопки. И пробовать, чтобы как-то что-то тут понять, что к чему. Так. Выходим. Так. Ну, вот. 20 каналов нашел и 3 радио. Значит, давайте посмотрим вот этой кнопкой EPG. Вот. Здесь можно открыть все каналы. Ой. Нечаянно нажала. Так. И здесь и программа у нас идет сразу. Вот мы. Вот НТВ, например. Интересное, конечно, тут меню. Мне пока непривычно. В тех телевизорах там попроще. Здесь более красочное и более такое, ну, как сказать, охватывающее. Так. ТВ3. Сейчас включим. Идет слепая. Да. Вот такая. Выходим. Ну, видите. Показывает отличное изображение. Прям прям супер. Переключаем просто вот этой кнопкой каналы. Можно ею переключать. Вверху появляется у нас значок канала. Номер. То есть вот так можно переключать, чтобы долго. Вот видно передачу цвета. То есть очень красивое качество. Все прям отлично. Красиво показывает. В Full HD, что там говорить. Развиваться, потому что почувствовал зону комфорта. Я думаю, все. Настроили наконец-то мы Wi-Fi. Он слабоватый, но все равно. Вот только через браузер у меня получается зайти в YouTube. Вот я зашла и, допустим, включила я вот сваты. Нашла. А вот сейчас посмотрим. Вот так вот. Вроде бы фильм сам не зависает. То есть вот он как идет, так и идет. Не останавливается. Я уже до этого посмотрела немножко. Полазила, поизучала. Пожалуйста. Через YouTube. И тем более, учитывая, что у меня слабый Wi-Fi, все равно, видите, показывает все. Вот главная страница YouTube. То есть вот что нам предлагают, можно смотреть. Ну, то есть все так же, как на ноутбуке. Это очень хорошо. Снова выходим в приложение. Вот здесь они все браузер. То есть только что где я была. Вот. Так. Сейчас мышку мы выключим, чтобы она нам не мешала. С помощью боковой вот этой кнопки мы здесь уже все можем рассматривать. Ну, вот у меня почему-то вот это долго грузится. Сам YouTube. Здесь есть разные версии. То есть вот нам предлагается про основной, про дополнительный, light основной, light дополнительный. Настройки есть, язык. Но тут долго грузится. Поэтому я сделала через браузер вход в YouTube. Ну, на свой канал я пока не заходила. Это можно все настроить. Вот так выглядит страница браузера. Так. Значит, меню. Выходим в меню. Это у нас приложение. Здесь у нас мультимедиа. Здесь источник, браузер. То есть здесь еще отдельно вот браузер можно, да, зайти. Ну, хорошо. Управление приложениями. То есть установка, удаление, загрузка. Ну, всегда можно загрузить любые приложения, какие вам хочется. Мультимедиа. Тут у нас видео, музыка, фото, папка. Так. Источник. Это у нас тут входы. ТВ, АВ. То есть вот разные источники. Ну, у нас ТВ в данный момент. Поэтому, вот, включила ТВ. И включились у нас опять каналы. Вот так показывает телевизор. Такое изображение. Сделаем потише. Вот даже на тройке и то звук. Такой, ну, слышимый. На всю громкость я включать не буду. Очень громкий телевизор. Орет в другой комнате. Слышно. Потому что если я сейчас начну включать, нужно оглохнуть. Так. С помощью кнопки ЕПГ включаются каналы. Вот в данный момент мы находимся на канале СТС. Вот можно в это же время просмотреть, что на других каналах. То есть программа есть у нас. Время даже стоит. То есть можно вот вбок листать и посмотреть, что будет дальше по этой программе. Очень удобно. И тут же и переключается. То есть в предыдущем телевизоре такой функции не было. Там либо смотришь просто программу, либо отдельно переключаешь канал. А здесь можно одновременно. Мне это очень нравится функция. Появляется маленький значок в левом верхнем углу. И мы смотрим, устраивает нас или нет. Или мы хотим посмотреть что-то другое. Вот. Муз-ТВ. Звезда. Тут какой-то черно-белый старый фильм. И если мы хотим на полную, ну, на полный экран включить, мы просто выходим, нажимаем кнопку. И вот мы выходим. Пожалуйста. То есть все вроде бы понятно. Меню. Нажимаем. Появляется изображение настройки у нас. Вот. Можно здесь подстроить под ваш вкус. Ну, здесь у меня стоит стандартное изображение, динамика, мягкое, четкое, пользователь. То есть тут уже свои настройки можно настроить. Ну, пусть стоит стандартное, пока не будем. Так. Дальше выходим. Здесь у нас настройки звука. Так, звук тоже стандартный, музыка, театр, новости, пользовательский. То есть тоже все разные. И здесь уже у нас настройки под себя, какие нам хочется. Так. Здесь у нас настройки каналов. То есть тоже выбор кабельное, либо эфирное. Вот исчез сейчас. Исчезла программа. Так. Автосканирование. Ну, то есть автопоиск каналов. Ручная настройка антенны. Аналогового. Ну, ручная настройка цифрового телевидения. Список каналов. То есть можно вот посмотреть все списки. Какое сейчас в данный момент идет. Предпочтение. ЕПГ. Ну, то есть все понятно, я думаю. Здесь блокировка стоит. Нет, мы здесь пока ничего делать не будем. Настройка времени. Просто настройка. Здесь язык меню. Синий экран я поставила настройку. Телетекст. Ну, ничего особенного. И так же выходим. Ну, вроде бы все понятно. Так. Ну, так же можно каналами управлять с помощью вот этой кнопки. Либо вот, собственно, сами цифры для каналов. Такой телевизор. Такой телевизор. Я надеюсь, что он будет мне служить верой и правдой. Что будет хорошо показывать. Хорошо показывать интернет, ловить. И в то же время цифровое телевидение. На этом заканчиваю свой обзор. Всем спасибо за просмотр. Всего вам хорошего. И до новых встреч.